Девушки отдыхают Изюминка спектакля – видеопроекция «Свообразный мостик» от музыкальной комедии 1934 года с Леонидом Утесовым и Любовью Орловой в главных ролях до мюзикла «Наши дни», где используется не только музыка Исаака Дунаевского, но и его сына Максима. К слову, все мелодии здесь звучат не в записи. В оркестровой яме полный состав оркестра с Ирловской музыкомедии. Сталкиваюсь с музыкой Великого Дунаевского и потом спасибо Максиму, который для нас написал специальную музыку для этого спектакля. Очень великий сюжет. Великий на экране Утесова. Это же, понимаете, история. Внутри этой музыкальной истории оказываются артисты современной музыкомедии. Внутри получается своеобразный музыкальный микс, который не отпускает зрителя до окончания спектакля. Как и в оригинальном фильме, все начинается со знаменитого Утесовского кнута. Кнут для спектакля заказали настоящие пастуши. Исполнителю главной роли пришлось долго тренироваться, чтобы выглядеть заправским пастухом. Мы с этим кнутом, с другим исполнителем этой же роли ходили и тренировались, пугая всех в театре. Но сейчас он, конечно, уже не так бьет, потому что кожа изнашивается. Спектакль популярный идет часто. Есть в спектакле и знаменитые животные Кости Потехина. Пастуха по профессии, но музыканта по призванию. Они могут разбежаться, поменяться местами, но потом все равно найдут свою пару и сложатся обратно в целое животное. Эта конструкция называется партикабль. И она не случайно вот такого белого цвета, потому что когда эта картинка складывается в стадо, этих партикаблей становится много, они работают как экран. И на них проецируется видео. Одна из героинь мюзикла мечтает стать певицей, хотя начисто лишена слуха. Исполнительнице этой роли приходится тщательно скрывать свои незаурядные вокальные способности. Я не в голосе сегодня, господа! Петь не по нотам для меня сложно. И в этой роли именно вот эта вот ее безголосость, то есть она не слышит, что нужно петь, по каким нотам двигаться. И это на самом деле спеть очень непросто, потому что у тебя в голове все равно уже есть эта мелодия. А исполнительница главной роли Татьяна Макроусова жалеет, что ее просенький льняной костюм не слишком впечатляет зрителей. Своё единственное эффектное платье ее Анюта надевают только в финале. Ну, единственное, очень обидно, когда все в спектакле красивые. Единственное, спасает и успокаивает, что у тебя главная роль в этом спектакле. Но на самом деле все очень комфортно, и костюму комфортные. И в финале, наконец-то, я обрежаюсь в красивое платье, как Любовь Орлова, в цилиндре, правда без цилиндра, в нашем варианте спектакля. Выхожу на сцену и, наконец-то, показываю всем, у кого есть голос. Песни, которые в 30-е распевала вся страна, можно услышать со сцены зимнего театра еще и 26 сентября и 9 октября. В эти дни в Сочи снова пройдет мюзикл «Веселые ребята. Комедия на все времена». Гелена Авсиц, Надимий Даниловский, телекомпания ФКТ.